Ангелине 15 лет, она родилась синдромом Дауна. Зимой девочка начала терять сознание, иногда падает сатурация. Это следствие порока сердца и высокого давления в легких. Вот этот вот самый дорогостоящий препарат, мацетинтан. Вот она его принимает один раз в день, по 10 миллиграмм. Стоимость этой коробки? 141 тысяча. Это всего на один месяц курс лечения год. Без лекарств ребенок не выживет. Тот самый мацетинтан положен ребенку бесплатно. Но когда мама Ангелина начала требовать лекарства, их с семьей внезапно заинтересовались в опеке. Женщину вызвали на комиссию ПДН. Александра уверена, все потому, что она не согласна с мнением врачей о том, что девочку нужно госпитализировать. У ребенка иногда падает сатурация. И, кстати, семья даже арендует за свой щетки слородный концентратор. 1205 дней. Мы его 8 февраля арендовали, и вот по сей день. И сколько еще надо? Год. Недавно девочку выписали из федерального центра в Новосибирске. И там специалисты рекомендовали ребенка лечить на дому. В конце концов, это необычная девочка, и дома ей хотя бы психологически будет легче. Это вот сейчас у нее страх, потому что, естественно, они сломали психику моему ребенку. Она мне сейчас не доверяет. Когда я поехала на ПДН, у нее даже кровь из носа пошла от страха. Она думала, что мы ее везем опять в больницу. Она ревела, она кричала, что не надо, мамочка, я не болею, мне не больно ничего. Это все страх у нее из того, что они натворили с ребенком. В комиссии ПДН Александру оправдали. Но спустя пару дней пришло новое письмо. Ее поставили на учет по 77-й статье. Это значит, если признают угрозу для ребенка, его отберут. Мать уверена, давление на ее семью началось после того, как она посмела требовать дорогое лекарство. И, так сказать, вылезла из общей кучи. У нее на руках умирал ребенок. Причем ее бы саму и обвинили в том, что ребенок умер, потому что она ничего не сделала. Сказали, а почему вы его лекарствами надлежащими, значит, получается, не давали лекарствам надлежащие. Она бы сказала, а мне никто не дал. А вы обращались? Да, докажите. И вот когда я начала требовать мацетентан, вот с этого все у нас и началось. У нас началось то, что ребенок сразу им понадобился. То, что якобы они все делают для того, чтобы лечить ребенка. Вы знаете, все это связано на самом деле с системой ОМС. Превышение выплат по системе ОМС, если вдруг произойдет по вине главврача. Ну, главврач уже прилетит ОМС и наш Минздрав. Ну, соответственно, они как бы вот связаны, ну, просто профилем работы. И я понимаю, то же самое главврач. Если она всем будет выписывать вот так вот просто с руки, кто же ее за это похвалит? Сейчас семья Посашковых боится, что их ребенка могут забрать. И ведь страшно представить, как это отразится на психике девочки. Мы неразлучны с ней 15 лет. Мы с ней вместе. То есть мы гулять в магазин. И я, естественно, с ней рядом. Я не могу оставить. Ну, как? Я не знаю. Я потому что каждую минуту боюсь за нее. Она ведь не сойдет. Она же опять выкопает этот топор войны. Потому что это ее ребенок, это ее кровь. Потому что кроме нее этот ребенок никому не нужен. Ирина Корчагина, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком.